Добро пожаловать на наш канал, и сегодня расскажем вам об одном небольшом, но очень важном и интересном инженерном решении. Оно смогло изменить саму концепцию этой военной машины. Провести модернизацию обещали очень долго. И в этом видео мы поговорим о последней модификации панциря, о панцире SM. Это история о том, как одна маленькая деталь смогла увеличить эффективность машины ровно в два раза. Рассказываю в этом видео. Но обо всем по порядку. Сначала расскажу, на что способна машина, а в конце о том самом интересном решении. Оно в одиночку повысило вероятность успешного пуска аж в два раза. Первые слухи о готовности модернизации панциря появились еще в начале года. И вот теперь после успешных боевых испытаний мы можем поговорить о результатах. Новая версия стала гораздо более эффективной против широкого спектра целей, включая малоразмерные дроны, снаряды РСЗО и даже баллистические ракеты. Способность сбивать такие цели, как баллистические ракеты средней и малой дальности, стала одной из ключевых для панциря SM. Кроме того, шасси Торнадо обеспечивает комплексу повышенную мобильность и защищенность, что особенно актуально в условиях современного боя. Но это еще не все. Панцирь SM получил гиперзвуковые ракеты, удвоив дальность перехвата до 40 километров, что существенно расширяет зону защиты от воздушных угроз. Особенно интересной новинкой стала малогабаритная ракета Гвоздь, разработанная специально для борьбы с дронами и другими низколетящими целями. Но, пожалуй, самым значительным улучшением стала радиолокационная система. То самое простое инженерное решение, о котором я говорил в начале видео. Была применена давно известная технология Афар, так называемая активная позированная решетка. О ней у нас есть отдельное видео. После этого дистанция обнаружения целей выросла с 32 километров до 80. Это означает, что комплекс теперь способен обнаруживать и реагировать на угрозы буквально в два раза раньше, повышая шансы на успешный перехват также ровно вдвое. Есть, кстати, и версия Панцирь SM-TBM, облегченная без комплекса РЛС, но зато у нее на борту размещается до 24 ракет. Но я добавлю одну оговорку. Как и всегда, все это только в теории и на бумаге. Мы ждем реальной статистики и реальных результатов. Дальность стрельбы по летящим целям до 4 километров. При этом эффективная прицельная дальность 2 километра. Для автомата разработан целый ряд 30-ти миллиметровых снарядов. Разрывные, бронебойные, зажигательные и трассирующие. Есть даже бетонобойные. А бронебойный Зубр-8 может пробить 28 миллиметров брони под углом 60 градусов на расстоянии в 1 километр. Но для мелких дронов самыми эффективными являются 30-ти миллиметровые осколочно-фугасные снаряды с дистанционным подрывом лазерным лучом. Способные в считанные секунды уничтожить целый рой дронов. Система разработана на МПО-прибор и уже устанавливается на новые и модернизируемые машины. Для уничтожения более серьезных объектов Панцирь-С использует двухступенчатые твердотопливные ракеты 57С6. С головкой самонаведения способны поражать цель на расстоянии в 20 километров и на высоте 15. Но применение противникам более эффективных средств поражения потребовали глубокой модернизации Панциря. Новый Панцирь-СМ поставили на более мощную платформу КАМАЗ-Торнадо. В качестве основной поисковой РЛС поставили локатор 1РС-1-4 с активной фазированной решеткой, способной обнаруживать даже малоразмерные цели на расстоянии в 75 километров. Новая многофункциональная РЛС-захвата способна вести цели на расстоянии в 40 километров, а оптико-электронный прицельный комплекс 10С1 может обнаруживать малозаметную ракету Storm Shadow на расстоянии в 15 километров. Пришлось заменить и ракеты 57А6 на новые, которые летят со скоростью до 3000 метров в секунду, что позволило обеспечить прицельную дальность стрельбы до 40 километров и уничтожать все цели, летящие со скоростью в 2000 метров в секунду. При этом основной упор сделан на бесконтактный взрыватель, что позволяет более эффективно использовать поражающие элементы. И комплекс одной ракеты может уничтожить практически любой летящий объект. После этого будем делать выводы. Хотя повторюсь, что в теории техника выглядит очень серьезно. Если вам интересны новости технологий, новости современной военной техники, беспилотников, дронов и так далее, то подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк этому видео, чтобы не пропустить новые. Именно после этих действий алгоритм Дзена поймет, что нужно вам рекомендовать в вашей ленте. Спасибо за поддержку и всем хорошего дня.